Сегодняшняя тема нашего занятия это аксиоматика Цермела Фрэнкеля и первые следствия из аксиом. Мы в прошлый раз остановились вот на чем. Долго обсуждали вот такую вот вещь. Существует У для любого Т. Т принадлежит У тогда и только тогда, когда А от Т. Где А, некоторая формула, в которую Т входит как свободная переменная, она может быть либо истинной, либо ложной. Мы говорили о том, что это не всегда, не для всех формул истинно. Мы рассмотрели парадокс Рассела, где в качестве А такая вот Т не принадлежит Т, такая вот формула. Подставили и получили ложное высказывание. Также я вам обещал парадоксы Кантера и Бурали-Форти в будущем, примеры других формул, когда вот это вот обращается в ложь. Итак, мы поделили условно формулы А на два типа, коллективизирующие и неколлективизирующие. И удобно говорить о таких множествах, если они существуют, вот в таком вот виде. Множество Т таких, что А от Т. Мы, ну вы, конечно же, уже знакомы с такой записью, много раз ее применяли везде. И это, собственно, и говорит нам, что вот это вот множество, если оно существует, то вот давайте говорить вот о таком вот множестве. То есть, совокупность Т таких, что А от Т выполняется. Но это, опять же, не всегда, как мы поняли. И нам нужна аксиоматика, чтобы аксиоматически задать, что вот для каких-то А это выполняется, то есть множество есть, а для каких-то А не выполняется, то есть множество нет. Я надеюсь, в прошлый раз мы достаточно обсудили вот эту разницу между х пустое множество и х не существует. Да, помните, там было такое обсуждение, некоторые непонимания, но я надеюсь, теперь оно есть. Множество Рассела не существует, оно не является пустым, его не существует как такового. Если бы оно существовало, оно не могло бы быть пустым, потому что у нас есть множество, которое потенциально входит в множество Рассела. Значит, но как-то все-таки нам надо говорить о таких совокупностях, поэтому я, забегая вперед, скажу, что мы можем говорить о совокупностях Т таких, что А от Т. Нам это просто удобно, в любом случае, для любого А. Но тогда нам нужно применять другое понятие, понятие класса. Да, слышали что-то про класс, да? Вот, например, класс всех множеств. Класс всех множеств, мы можем просто говорить, что это совокупность Т таких, что Т равняется Т. Это класс. Но это не множество, потому что если предположить, что Т это множество, там получается противоречие по теореме Кантера, парадокс Кантера, так называемый. А вот, то есть А, где Т, АТ с одной свободной переменной, и так нам задают либо множество, либо класс. И здесь такая мнемоника очень легко запоминаемая. Либо это достаточно ограниченная совокупность, либо слишком большая совокупность. Вот если совокупность слишком большая, то это класс получается. Вот, как правило, то есть, ну например, Бурали-Форти, парадокс, нам говорит о том, что нет множества всех порядковых типов, вполне упорядоченных множеств. Или множество всех трансфинитных чисел не существует. Но это огромная совокупность, так. Ей можно перекрыть любое множество. Это мы в конце, к концу семестра к этому подойдем и сможем содержательно обсуждать этот момент. Вот. Ну, это, собственно, класс. Значит, пара слов про валидность вот этого обозначения. Мы начали в прошлом занятии говорить, что мы используем в нашем языке теорию множеств, строим на языке математической логики первого порядка. И объявили, что у нас там А, Б, С это термы, да, и соотношение у нас через значки логически возникает и через вот этот вот значок, символ пиана. Здесь у нас вот такое вот обозначение, оно задает нам термы какого-то нового рода, которых нет в языке первого порядка. Но это легко свести к языку первого порядка. Я сейчас об этом скажу и больше уже к этому возвращаться не буду. Если мы используем вот такое вот обозначение, и, кстати, такие термы мы будем обозначать греческими буквами, КСИ, ЭТО и так далее. Если вы видите греческую букву, значит, понимаете, что я имею в виду некоторое валидное выражение, имеющее характер терма вот такого вот вида. Да, если я большая буква латинского алфавита, я напоминаю, речь идет о формуле логической, а если малая буква греческого алфавита, то речь идет о терме вот таком вот. Вот если такой КСИ у нас встретился, то что это значит? Это значит всего лишь, что мы, если используем его в какой-то формуле, ну, например, в формуле КСИ принадлежит, ну, какому-нибудь ИГРЕКУ. Это всего лишь означает, что я где-то написал, существует У для любого Т, Т принадлежит У тогда и только тогда, когда А от Т, и конъюнкция У принадлежит ИГРЕКУ. Это вот по определению получается. По определению вот так. И мы можем доказать такую вещь, что если ИГРЕКУ принадлежит множеству Т, таких что А от Т, то это эквивалентно тому, что А от ИГРЕКУ. Я думаю, что... вернее, не так. Следует то, что А от ИГРЕКУ. Я думаю, что это достаточно очевидно, если на это взглянуть. Это можно доказать индукцией по построению А, но это техническая теорема, мы не будем тратить на доказательство времени. Индукцией по построению А можно доказать вот такое вот утверждение. То есть мы просто в наш язык вносим вот эту вот новую возможность, вот эти вот фигурные скобки с вертикальной чертой. И теперь ей будем пользоваться. Мы понимаем, как выражение в таком языке скомпилировать, если угодно, транслировать в язык математической логики первого порядка. Мы можем пользоваться вот этим вот свойством, и мы будем всегда осторожничать. Всегда, когда говорится А от Т, мы будем говорить, а это коллективизирующая формула или не коллективизирующая? А если вы не помните, коллективизирующая это для которой можно под... Да. Которая подставляется вот туда? Да. Условно говоря, коллективизирующая формула, да, это такая формула, для которой вот это истинно. Вот. И для которой вот эта совокупность является множеством. Неколлективизирующая формула – это такая формула, для которой вот это высказывание ложно, и для которой вот такая совокупность является собственно классом, то есть классом, не являющимся множеством. Понятно? Почему считают классы как множество? Множество, значит, смотрите, есть ответ простой, есть ответ сложный. Вам, наверное, сейчас нужен простой ответ. Простой ответ – классы слишком крупные совокупности. Значит, множество – это наша предметная область, аксиоматическая теория множества. Про любое множество x и y мы можем сказать вот так. Либо x принадлежит y, либо y принадлежит x, и для них существует символ пиано. Для классов, внимание, очень важный момент, для классов символ пиано работает только в одну сторону. Мы можем сказать, что некое множество x принадлежит некому классу c. Это что означает? Это всего лишь означает, что а от x, если класс c задан вот этим. Но мы не можем сказать, что c чему-то там принадлежит или не принадлежит. Вообще не можем говорить. То есть, грубо говоря, классы – это настолько крупные… Классы – это не множество. Классы – это не множество, да. А символ пиано работает только для множества. Ну, как бы в обе стороны. А в эту сторону работает для классов, просто как обобщение вот этой теоремы. А классы – это не множество, для них не работает символ пиано, который мы изучаем для множеств. И мнемоническое правило такое – классы настолько огромны, что они не могут быть элементом чего угодно. Ну, понятно, что мы можем ввести некую иерархию над классами, конгломераты. И там еще есть разные вещи математики, когда это нужно. Но нам мы, в принципе, должны… И понятно, что эта иерархия нигде не остановится. То есть, мы можем задать, а где класс всех классов. Опять же сказать, что его не существует, значит, нам надо вводить какую-то сверху понятие. Но мы в это сейчас углубляться не будем. Можно выточнить, для неколлективизирующих вот эта штука – это класс, а для коллективизирующих… Это множество, множество, да. Так, теперь, собственно, к аксиоматике Цермела Френкеля. Что же мы постулируем коллективизирующими, да? Мы можем только постулировать какие-то А как коллективизирующие. Аксиоматика Цермела Френкеля состоит из шести аксиом и одной схемы. Первое. Это знакомая вам аксиома экстенсиональности. Х равняется Y, следовательно, для любого T. Х принадлежит T. Х принадлежит T. Следовательно, Y принадлежит T. Она никуда не девается из аксиоматической теории. Ее следствие мы подробно рассмотрели на первом занятии. Оно нам обеспечивает неразличимость равных множеств. Вторая аксиома – это аксиома существования множества всех подмножеств. Значит, для любого X существует Y. Для любого Z. Z принадлежит Y тогда и только тогда, когда Z является подмножеством X. Что эта аксиома нам говорит? Эта аксиома нам говорит, что какое бы ни было множество X, всегда существует множество, которое мы обозначаем вот так вот. P от X равное Z таких, что Z является подмножеством X. P от X – это обозначение, сокращение от английского power. По-английски это называется power set. По-русски это называется множество степень или булеан. Часто называют это булеаном. У нас на кафедре наиболее распространенным названием является булеан. Хотя, вообще говоря, булеан – не так уж сильно распространенный в математической литературе термин. Но у нас часто говорят булеан. Вот он, пожалуйста, булеан, прошу любить и жаловать, множество степень. Мы постулируем, что каково бы ни было множество X, всегда от него найдется множество степень. И это очень сильное утверждение. И мы, в общем, еще увидим интересные следствия из него. Значит, следующее. Для любого X существует U. Для любого Z. Значит, Z принадлежит U тогда и только тогда, когда существует V. Z принадлежит V. И V принадлежит X. Что это такое? Значит, это аксиома существования множества суммы. Предположим, что у нас имеется некий набор множеств. Их может быть конечное число, их может быть бесконечное число. Вообще. Любое множество множеств. Любое множество множеств. Аксиома суммы говорит нам о том, что существует множество элементов таких, что каждый из них входит хотя бы в одно из этих множеств. Ну, условно говоря, есть у нас какая-нибудь коробка, в которой меньшие коробки. Да, оптовая партия. Коробка, а в ней уже розничные коробки. Да, а в розничных коробках что-нибудь находится. Не знаю там, крупа. Мы взяли эту крупу из розничных коробок, высыпали в один большой мешок. Образовали множество. Множество крупинок в одном случае и в другом случае оно одно и то же. Но вот эта операция, только в первом случае она существовала в своих множествах, эти крупинки, а сейчас они все существуют в едином множестве. Вот эта операция называется множеством суммы. Обозначается вот так вот. Сумма х. И состоит она из таких z, что существует v. v принадлежит x и z принадлежит v. Значит, что такое здесь? Да, понятно, что вот эта запись это то же самое, что вот эта запись. Мы уже понимаем это. И под множеством x мы подразумеваем множество всех таких множеств. Под v, которое существует, ну вот допустим какой-то v. И вот здесь вот какой-то z. То есть мы говорим z входит в множество сумму. Входит, если существует такой элемент v, принадлежащий x, что z находится в v. Вот это определение понятно. Значит, это у нас четвертое. Четвертое это схема аксиом подстановки. Подстановки. Значит, replacement по-английски. Я сейчас сотру, чтобы ее продемонстрировать. Как это объяснить? Значит, пусть у нас имеется некая формула, в которой две свободных переменные. a от x и y. Которая либо true, либо false. То есть это логическое высказывание. Некоторое навешивание там квантеров, знаков пиано и так далее. В общем, уже понимаете. Некое синтаксически корректное формальное выражение, которое имеет тип формулы, тип соотношения. Оно либо истинно, либо ложь. Итак, вот оно у нас есть. И мы можем на некой нашей воображаемой координатной плоскости, где здесь у нас все возможные x, а здесь у нас все возможные y, увидеть. Да, еще мы говорим, что x на самом деле не является произвольным множеством, а является элементом некоего ограничивающего множества v. Это существенно. То есть под x мы подразумеваем не произвольное множество, а элемент некоего заранее данного множества v. Что облегчает нам задачу. Мы можем пробежаться по всем элементам множества v и посмотреть, как же a себя ведет. Мы можем заметить три, вообще говоря, случая. Каких-нибудь три случая. Сейчас я их распишу, разгруппирую, если угодно. Значит, в случае 1 для некоего x существует несколько y, таких что a от x, y. Понятно. В случае 2 для некоего x существует только 1 y, такой что a от x, y. И в случае 3 для некоего x не существует y такого, что a от x, y. Это условная, вы понимаете, что это совершенно условная, как бы такая плоскость, совершенно условная картинка. Но вот это деление на 1, 2 и 3 в случае 1, 2 и 3, оно не условное, оно безусловное. Оно для любого a от x, y существует. То есть если мы возьмем какой-то x и посмотрим, а при каких же x зафиксировали, а при каких же y а от x, y будет истинно, то у нас получается либо да, что существует единственный y, либо их существует несколько, либо их не существует вообще. Так вот, схема о всем подстановке говорит. Давайте рассмотрим все случаи типа 2 для произвольного a, рассмотрим все случаи типа 2. И тогда существует множество u, являющиеся множеством y, таких, что a от x, y, таких, что для данного x существует единственный y, что a от x, y, таких, что x является элементом множества v. Понятно. Значит, нет, наверное, еще непонятно. Попробую с другой стороны зайти. Бежимся мы x по множеству v, то есть x является элементом множества v. Взяли какой-то x0, посмотрели, для данного x0 при каких y будет истинно. Если таких y нашлось несколько или не нашлось ни одного, бежим дальше, нас не интересует этот случай. Потом взяли мы какой-то здесь x1 и увидели, что для этого x1 существует единственный y, такой, что a от x, y. И мы говорим, о, значит, а что это за y? Это y1. Мы добавили его множество u. Вот. И, как бы, пробежавшись x по всему множеству v, мы собрали множество u, являющиеся, если угодно, вот второй проекцией вот этой вот картинки для случаев, когда y единственный при заданном x. Вот. Это я вам сейчас словами объяснил, что такое схема аксиом подстановки. То есть мы нашли все истинные y? Мы нашли все y, у которых a от x, y истинно, если x принадлежит v, и существует единственный y при данном x, принадлежащем v, что a от x, y. Вот. Значит, это можно записать в логических значках, но формула длинная получается, там я могу слайд дать в видео, эта формула достаточно длинная. А вы ее все равно не запомните, важно, чтобы вы запомнили суть, потому что вам же пользоваться этой аксиомой надо. Вот. Вернее, это схема аксиом. Заметьте, это схема аксиом, почему? Потому что здесь фигурирует a большое. То есть любое выражение от x, y логическое. То есть на самом деле это бесконечно много аксиом. То есть когда говорят, что аксиоматики Цермела Френкеля счетное множество аксиом, имеют в виду как раз это, из-за схемы аксиом подстановки. Мы вернемся к обсуждению схемы аксиом подстановки сразу же, как только я дорасскажу об остальных аксиомах Цермела Френкеля. Значит, следующая аксиома, это уже пятая, говорит о том, что во всяком непустом множестве x содержится такой элемент y, что x и y не имеют общих элементов. В любом непустом множестве x содержится такой элемент y, что x и y не содержат общих элементов. Почему? То есть что нам она дает, что нам она запрещает, какие случаи? Значит, возьмем ситуацию, когда x принадлежит x. Рассмотрим множество, состоящее только из x, самого x. Кстати, мы пока еще, строго говоря, не можем говорить, что мы можем такое множество образовать, но тут мы немножко вперед забегаем. Значит, получается, что в этом множестве имеется элемент x, который является элементом этого множества, но и x является элементом этого множества, то есть имеет место нарушение аксиомы фундирования. Как раз есть единственный элемент, и других элементов нет, и он является элементом этого множества, и сам же является элементом самого себя. То есть вот эта ситуация аксиомы фундирования запрещается. Аксиомы фундирования запрещаются вот какая ситуация. x принадлежит y, и y принадлежит x. Опять же, берем вот такое множество x, y, и видим, что вот в этом множестве, за какой бы мы ни взялись элемент, само множество вот это и один из этих элементов будут иметь общие элементы. А вот здесь x, y является его элементом, y является элементом основного множества. Значит, дальше. Понятно, что мы можем построить там x1, x2, какое-нибудь такое колесо. Значит, xn и x1, то есть вот как бы такая любая такая замкнутая колесообразная вещь. И также невозможно по аксиоме фундирования вообще вот такая вот конструкция. x1, x2, x3 и так далее. И это все уходит в бесконечность. Это тоже запрещено. Аксиомы фундирования. То есть все эти вещи невозможны. Невозможны. Ну, то есть запрещены. Запрещено. Аксиомы фундирования. Явным образом. Почему фундирование? Фундирование, значит, по-английски foundation, основание, фундамент. Аксиомы фундирования нам говорят о том, что какое бы множество мы ни рассмотрели, найдется такой элемент, наименьший по знаку принадлежать. То есть, которому уже ничего не принадлежит. Который сам чему-то может принадлежать, а ему ничего не принадлежит. Аксиомы фундирования нам понадобятся несколько позже, когда она особенно удобна для определения трансфенитных чисел. И, кроме того, мы сразу увидим, когда будем изучать множество упорядоченное, и фундированным называется множество, любое подножество, которое имеет наименьший элемент. До этого мы еще дойдем. Определение его свойств. Так вот, аксиомы фундирования говорит о том, что какие бы множества мы ни взяли, их совокупность будет фундирована по значку пиана. То есть, найдется такой, который принадлежит чему-то, но ему ничего не принадлежит. Вот. Аксиомы фундирования, видите, она такая структурная, она просто некие такие аномалии, что ли, запрещает в теории множества. Но, вообще говоря, она не является обязательной, то есть, существуют такие альтернативные теории, где аксиомы фундирования не применяются. В принципе, без нее можно обойтись, но мы ее пользуемся. Шестая аксиома. Шестая аксиома. Аксиома бесконечности. Вот с этой аксиомы начинаются проблемы с непротиворечивостью, поскольку благодаря этой аксиоме можно ввести понятие натурального ряда, натуральных чисел, и ввести индукцию, и ввести арифметику формальную, а значит, начинает работать теорема Гёделя. Аксиома бесконечности говорит нам о том, что... Да, ну, во-первых, определим такую операцию x плюс 1 по определению как x сумма синглитон от x. Мы к этим всем определениям, их свойствам вернемся еще, возвратимся сегодня и не раз. Докажем, что x плюс 1 равняется y плюс 1, тогда и только тогда, когда x равняется y. Это мы все еще будем изучать с вами. Вот. Но пока просто. Вот так вот определим. Аксиома бесконечности говорит, что существует такое множество u, что пустое множество входит в u, и для любого t, t принадлежит u, следовательно, t плюс 1 принадлежит u. То есть существует бесконечное множество. Обратите внимание, что эта аксиома формулируется совсем не так, как аксиомы о существовании powerset, булиана, и о существовании суммы. Потому что в эту аксиома рекурсивно входит само u. Видите? Если t принадлежит u, то t плюс 1 также принадлежит u. Видите как? То есть это некий другой рекурсивный способ образования множеств. И мы про рекурсию тоже очень-очень глубоко поговорим в этом курсе. А пока вот аксиома бесконечности. Она такая. На следующем занятии мы доберемся до ее следствий и до того, что же можно при помощи аксиом бесконечности построить. И, наконец, последняя, седьмая аксиома — это аксиома выбора. Значит, аксиома выбора... Опять же, я ее не буду записывать в формальных значках, объясню словами. Если у нас имеется семейство непересекающихся множеств, то тогда у нас имеется, дана будет функция, которая по одному представителю из каждого множества может получить. То есть, если нам дано аксиомисту непересекающихся множеств, то тогда существует функция, просто аксиома выбора говорит, что такая функция существует. Мы этой функцией можем воспользоваться для каких-то дальнейших рассуждений, которые обладают тем свойством, что в качестве ее аргумента подставляется один из этих элементов, а в результате получается представитель этого элемента. Ну и, соответственно, мы можем собрать... Это уже будет следствием схемы аксиом-подстановки. Соответственно, мы можем собрать множество вот этих представителей. В принципе, кажется, что такого? Семейство множество, получается как класс? Нет, множество. Да, множество. Семейство там ограничивает количество множеств? Нет, не ограничивает. Собственно говоря, если бы оно было конечно, то тогда аксиома выбора не нужна. Это утверждение можно доказать было бы индукцией. Аксиома выбора нужна для бесконечного множества именно. И с этой аксиомой связана вообще интереснейшая история в математике XX века. Наверное, вы слыхали про аксиому выбора и задача, которая стояла с ней. Она, так же как аксиома о параллельных прямых в евклидовой геометрии, вызывает такие, ну, сразу же некие сомнения. Почему? Потому что она очень сильная, из нее следует... С ее помощью, как доказывается, как очень нужные теоремы, важные, также с ее помощью можно доказать и некоторые вещи совершенно, на первый взгляд, невероятные. Но наиболее сильной иллюстрацией к тому, какие вещи следуют из аксиома выбора, является парадокс Бана Хатарского. Кстати, у меня на сайте есть ссылочка на YouTube-видео, рекомендую посмотреть, где чувак в совершенно такой доступной манере излагает путь доказательства парадокса Бана Хатарского. А парадокс заключается в следующем, что мы можем взять апельсин, разрезать его на конечное количество частей и сложить из этих частей два апельсина, равных исходному. Правда, резать там придется очень фигурчато. Когда мы разделим эти части, они получаются неизмеримыми по либегу, и все равно физически так апельсин порезать нельзя, но математически можно. То есть повернули, составили, из одного шара получили два шара исходных, равных данному. Это был в свое время как такой контраргумент против аксиома выбора. Но с другой стороны, от аксиома выбора и с аксиомой выбора и много чего полезного доказывается. Вот мы с вами, например, будем на основе аксиома выбора доказывать самые крутые теоремы нашего курса, например, что любые два множества сравнимы по мощности. Нет несравнимых по мощности множеств. Мы можем говорить либо одно меньше другого, либо другое меньше первого. Это доказывается при помощи аксиомы выбора. И где-то до 50-х годов стоял открытый вопрос, приводит ли включение аксиомы выбора к противоречиям, к аксиоматике ZF. Вот мы говорим, что ZF это ZF без аксиомы выбора, а ZF-C это аксиоматика Цермела Френкеля с аксиомой выбора. Значит, ну и в конце концов было доказано, что ни добавление, в случае если ZF не противоречиво, ни добавление аксиомы выбора, ни добавление отрицания аксиомы выбора к противоречию не ведет. То есть мы можем аксиомы выбора использовать, можем не использовать. Это как аксиома о параллельных прямых в евклидовой геометрии, если угодно. Но практикой хорошей является разделение теорем, которые доказываются с помощью аксиомы выбора, и результаты, которые могут быть получены без помощи аксиомы выбора. И мы тоже будем это отмечать всегда. Но сразу скажу, что до результатов, которые требуют аксиомы выбора, мы доберемся еще не скоро, ну там через занятие 5, наверное. Поэтому пока мы временно про аксиомы выбора забудем, и все результаты, которые мы будем получать сейчас, они не будут требовать для нас аксиомы выбора. Так, мы завершили обзор аксиоматики Цермелла Фрэнхена, которая содержит в себе, еще раз подчеркиваю, 6 аксиомы, 1 схему. Следующие следствия из этих аксиом настолько фундаментальны и настолько часто ими пользуются, что в некоторых учебниках их включают в аксиоматику. Хотя на самом деле это следствие, это теоремы, а вовсе даже и не аксиомы. Но тем не менее, следствие 1 это схема ограниченного выделения. Давайте вспомним схему аксиом подстановки. В качестве a от x, y возьмем вот такую вот штуку. a от x и x равняется y. Как будет выглядеть наша условная декартовая плоскость? Она будет выглядеть вот так вот. Это я сделаю пунктиром. Такая линия x равняется y. Значит, здесь мы говорили, что это у нас множество v, да, ограничивающие. Значит, и где-то для каких-то a от x у нас истина, а для каких-то ложна. Тогда мы можем взять и собрать множество какое? Множество элементов t, принадлежащих v, таких, что a от t. Почему так получается? Потому что я взял вот такую вот формулу. Так ее построил. Она от двух переменных зависит, от двух. Но, помните, мы говорили, три случая. Первый, второй, третий. Вот для такой формулы первый случай невозможен. Если a от x истинно, то есть только один y равный x, для которого сама формула будет истинна. То есть, возможен либо второй случай, либо третий случай. Первый невозможен. Соответственно, нас интересует только второй случай. То есть, только те случаи, где a от x истинна. И мы говорим, хорошо, окей, пусть x бежит по v. Ну, я тут x на t заменил, но не суть важна. Выбираем такие y, что a от x. Обратите внимание, что мы получили. Мы получили вот такое вот выражение. Или, если угодно, то существует u до любого t. t принадлежит u тогда и только тогда, когда t принадлежит v и a от t. Это очень похоже на то, с чего мы начали. На вот это вот. t таких, что a от t. Но за одним существеннейшим ограничением. t у нас пробегает не все множество, а элементы какого-то ограничивающего множества. Видите? Как только и... Если здесь мы должны заботиться, ой, а от t, оно у нас коллективизирующее, ой, а от t не коллективизирующее, множество мы получим или не множество, то здесь мы не должны заботиться. А от t может быть произвольной формулой вообще. Какую захотим, такую используем. Но как только у нас имеется вот это вот ограничивающее v, то мы говорим, все, множество получилось. Это ограниченное выделение. Ну, его еще так записывают, но что t такие, что t принадлежит v и a от t. Вот. Разницу уловили, да? Понятно? Если мы t ограничиваем каким-то множеством, то тогда неважно, какое a, вот это у нас всегда образует множество. Это первые элементарные следствия схемы аксиом-подстановки. Вот. И как показывает практика, очень часто вот это-то и не нужно нам, а вот этого вполне достаточно. То есть мы можем строить множество, если у нас есть некое ограничивающее множество снаружи. Дальше. Такая вещь, как следствие 2 существования пустого множества. Вот. Ну, как бы мы не сомневались в том, что оно существует у нас, да? Множество, которое не состоит ни из одного элемента. Но нам аксиомы-то прямой нету на это дело. И мы можем доказать это. Опять же, это очень легко доказывается. Возьмем любое множество в качестве ограничивающего. Если мы возьмем, если мы предполагаем, что наша теория не противоречива, то у нас существует, по крайней мере, одно множество. Возьмем любое множество. Возьмем множество t, принадлежащих v, таких, что t не равняется t. Легко проверить, что мы получим множество, которое существует в силу вот этого, в силу схемы ограниченного выделения. А с другой стороны, это множество будет являться пустым, поскольку ни один элемент не может являться элементом пустого множества. Оно единственное, пустое. Оно существует. Оно обозначается вот таким вот значком. Так, и аксиома следствия 3. Существование неупорядоченной пары. Существование неупорядоченной пары — это про что? Это про то, что если у нас есть множество x, если у нас есть множество y, тогда у нас существует множество вот такое вот x, y. u равняется x, y. t принадлежит u тогда и только тогда, когда t принадлежит x, либо t принадлежит y. Здесь, чтобы это доказать, нам, как ни странно, надо попотеть. Но, в принципе, доказательство довольно прямолинейное. Но следует... У нас же опять же есть все для того, чтобы это сконструировать. Чтобы сконструировать двухэлементное множество в аксиоматике Цермела Френкеля, нам надо сконструировать хотя бы одно двухэлементное множество. Давайте начнем его конструировать. Значит, возьмем пустое множество. Возьмем булеан от пустого множества. Такой булеан от пустого множества. Да, мои господа. Множество, состоящее из пустого множества. Правильно, была задачка сейчас на контрольный. Вот, хорошо. Что такое у нас двойной бульян от пустого множества? Два раза множество. Это у нас множество, в которое входит что? Входит пустое множество, и само оно. Вот, пожалуйста. Это двухэлементное множество. Соответственно, его мы можем в качестве множества v подставить. Я переписую. Я перерисую. И в качестве множества v я подставляю такое. Здесь пустое. Здесь синглитон от пустого. Это все называется у нас двойной бульян от пустого множества. Значит, здесь у нас пусть будет x, а здесь у нас пусть будет y. И а будет иметь какой вид? Ой, только не x, y. Давайте а, b. Потому что... Это мы сейчас запутаемся. Значит, а будет какой вид? А от x, y. Равно чему? Значит, x равняется пустому множеству. и y равняется а, или x равняется синглитону от пустого множества, и y равняется b. Видите? У нас такая простенькая формулка получается, да? Вот. И мы можем воспользоваться схемой аксиом подстановки, чтобы получить на выходе что? На выходе мы получаем множество а, b. Как раз вот эти два элемента мы можем объединить множеством. Видите, насколько это элементарное следствие схемы аксиом подстановки. Но на самом деле схема аксиом подстановки может гораздо больше. Мы этим тоже воспользуемся. Но как бы первое, самое простое, что вы уже знаете на школьном уровне, в чем вы и так не сомневались, это существование пустого множества, это схема ограниченного выделения. Вот про ограниченность выделения, пожалуйста, себе запомните, зарубите на носу. И существование неупорядоченной пары. Мы подходим к определению операций над множествами с позиции аксиоматической теории. Посмотрю, что у меня здесь есть. Значит, нам еще понадобится в нашей практике такая вещь, как синглитон. Значит, это множество t, t равняется x. Значит, почему это возможно? Потому что мы можем сказать множество t, принадлежащих булеану от x, таких, что t равняется x. Почему существует синглитон в аксиоматической теории множества? Потому что мы можем дать вот такое вот определение. Оно же эквивалентно, так ведь? Синглитон – это одноэлементное множество. Значит, у нас имеется корова. Мы образовали стадо, состоящее из одной коровы. И синглитон всегда существует. Опять же, мы это, видите, доказываем. Мы теперь это не просто постулируем. Мы доказываем. Постулировать мы закончили. У нас 6 постулированных аксиом и одна схема. Все, закончили постулировать. И дальше вот из тех следствий, которые есть, мы начинаем доказывать, что существует это, существует то, пятое, десятое. Начинаем с синглитона. Вот он наш, синглитон. Почему он существует? Это вообще почему-то коллективизирующее соотношение. Да потому что мы можем взять ограниченные вот здесь вот. Ведь х принадлежит булиану от х, так ведь? Вот почему? Потому что х является подножеством булиану. Ой, х является подножеством самого себя. А следовательно, синглитон существует. Да, заметьте, что это почти как булиан от х, т от х. Только вот это вот постулируется, этот факт, что это является коллективизирующим соотношением. А это доказывается. Значит, ну и свойства. х принадлежит синглитону от х, х не равняется синглитону от х, у принадлежит синглитону от х, следовательно, уравняется х. Элементарные штучки. Значит, множество сумма. Про множество суммы мы уже с вами говорили. Это множество т таких, что, значит, существует в, в принадлежит х, у, и т принадлежит в. Синглитон и множество сумма входят в очень интересную комбинацию. Сумма синглитона от х равняется х. Сумма синглитона от х равняется х. Почему? Потому что вот эти вот т, сумма синглитона от х, т существует в, в принадлежащий х, но здесь в данном случае в принадлежит синглитону от х, то есть это сам х. То есть сумма является набором т, таких, что т принадлежит х, исходя из определения суммы. Вот это соотношение, пожалуйста, запомните. Оно нам не раз подвернется, и мы не раз им воспользуемся. Сумма синглитона от х равняется х. То есть как раздеть синглитон, как обратить операцию синглитона назад? А вот так вот, при помощи вот этой вот операции. Теперь к неупорядоченной паре. Значит, неупорядоченная пара, как мы уже говорили, x, y это множество таких t, что t равняется x, или t равняется y. Мы уже поняли, что такая штука существует, то есть это соотношение коллективизирующее. И сейчас мы с вами рассмотрим простое, но уже менее тривиальное свойство, которое нам понадобится, очень сильно понадобится сейчас в дальнейшем. Значит, свойство следующее. x, y равняется u, v, тогда и только тогда, когда x равняется u, и y равняется v, или x равняется v, и y равняется u. Это свойство неупорядоченной пары. Если угодно. Каким образом это можно доказать? В обратную сторону это, в общем-то, следует из свойств равенства. Если x равняется u, y равняется v, то термо x, y равняется термо u, v. В этом случае тоже свойства равенства, только там поменялись местами они. Значит, как доказать в прямую сторону? В прямую сторону это несколько муторнее делается, но, тем не менее, нам нужно это сделать, потому что это фундаментальная штука, мы на нее обопремся в дальнейшем. Значит, x равняется u. Построим вообще вот, что следует из того, что пара x, y равняется паре u, v. Что из этого следует? x равняется u или x равняется v. И y равняется u или y равняется v. И x равняется u или y равняется u. Я теперь с этого боку смотрю. И x равняется v или y равняется v. Значит, как я получил вот эту длинную конъюнкцию? Я просто взял определение упорядоченной пары. x, y равняется u, v. Значит, это что значит? Что каждый элемент, принадлежащий x, y, он также принадлежит u, v. x принадлежит x, y, значит, он принадлежит u, v. Значит, либо x равняется u, либо x равняется v. По определению. Дальше я эту штуку проделываю для y. Дальше я эту штуку проделываю для u, только я меняю здесь для удобства местами равенства. И дальше я эту штуку проделываю для v. И нам надо доказать, что вот из этого, из этой конъюнкции следует звездочка. Вот. Нам надо рассмотреть, что нам нужно доказать. В принципе, доказательство здесь механическое. Так как здесь у нас конечное количество вообще переменных логических, мы можем просто таблицу истинности построить и убедиться, что это так. Вот. Но как бы таблица истинности получится очень большая. Мы можем просто заметить вот что. Допустим, первое. Допустим, x равняется u. Ну, нам надо вот что доказать. Нам надо, так как мы доказываем импликацию, для доказательства импликации нам надо рассмотреть, что если это истинно, то звездочка истинно. Больше нам другие части таблицы истинности не важны. То есть нам надо рассмотреть все случаи, когда вот это вот истинно, и сказать, во всех случаях, когда истинно левая часть, будет истинно правая часть. Вот. А при каких же случаях может быть истинно левая часть? Но явно она не может быть истинной, когда здесь все ничему не равно это нас не интересует вообще вот пусть x равняется у если x равняется у то тогда в трубы по вылезают вот эти вот вещи и у нас для того чтобы вот эта вся конъюнкция длинная была истинной у нас остается вариант либо y равняется в и тогда вот это 2 4 части тоже истинно становится либо y равняется x равняется у ну они все равны получать вот но в комбинации x равняется у y равняется в вот это вот работает а в комбинации когда x y равняется у и в тоже работает звездочка вот аналогичным образом мы можем идти от x равняется v от y равняется у и от y равняется в то есть вот это вот все перечислить разобрать ну по сути да если угодно мы разбираем всю таблицу истинности но скажем так те строки таблицы истинности которые нас интересуют и доказываем вот эту вещь вот эту звездочку пожалуйста обведите поскольку очень скоро она нам очень понадобится дальше возникает знакомые вам со школы операции что такое а сумма b это как мы знаем т такой что т принадлежит а или т принадлежит b а теперь вопрос почему а сумма b всегда существует любых множеств а и b ну сограничивающим да не сограничивающим тут вот как раз ограничение вроде никакого нет есть множество а произвольно есть множество b произвольно чего у нас есть какие у нас операции сейчас уже построены у нас и построена операциям по у пары поэтому можем взять вот так можем ведь это и есть а сумма b да то есть у нас пара сумма я же говорю сумма это очень мощная очень такая штука которая если она действует сумма асинглитона получаем сам x сумма вот пары а.б. мы получаем а сумму b вот это вот наша маленькая сумма если угодно это большая сумма да это маленькая сумма вот мы уже имеем большую сумму она постулировать ее существование постулировано мы имеем пару по соответственно мы получаем маленькую сумму а вот остальное все уже легче значит а пересечения с b это у нас множество t принадлежащие а сумме b такой что ты принадлежит а и это и принадлежит б значит а минус б понятно все то же самое только здесь ты не принадлежит b значит что тут у нас еще есть у нас есть а дельта б симметрическая разность значит опять же т а принадлежит а сумме b т принадлежит а ксор т принадлежит b и здесь плюсик в кружочке обозначает исключающие или ну вот такие вот операции сумма пересечения дополнения симметрическая разность они очень часто применяются они часто применяются в на практике прикладных приложениях теории множества они по сути с вами всю жизнь будут возникает вопрос ну а чего достаточно этих операций все ли мы можем что нас интересует построить при помощи этих операций давайте посмотрим шире на проблем значит давайте рассмотрим множество элементов z таких что f z принадлежит x1 z принадлежит x2 z принадлежит xn где f некая произвольная булевская функция а вот то есть пусть у нас задано n множеств что что тогда может такой терм произвольный нам задать но сейчас нарисую некую картину некую картину и значит скажу что нас интересует ну не знаю вот например вот такое вот да значит ну как пример всякое такое множество а но может быть поставлен из элементов да что вот эти элементы они принадлежат вот этому множеству не принадлежат вот этому множеству принадлежат вот этому там или вот этому или вот этому но в общем по-разному можно их проинтерпретируя через баллевские функции вот возникает вопрос во первых во первых когда вот такая функция будет задавать нам коллективизирующее соотношение ответ на этот тривиален эта функция будет являться коллективизирующий тогда и только тогда когда она сохраняет 0 когда мы говорим про булев какую функцию как сохраняющую 0 если все здесь false подставили то на выходе тоже false почему потому что мы не можем выскочить за пределы вот как только у нас получается вот такая вот картинка вот то что я здесь поставил красным на это все множество которые находятся за пределами суммы за пределами суммы x1 суммы x2 сумма xn значит любая точка которая находится здесь относительно нее все вот эти вот выражения они будут false да предположим что функция у нас не сохраняет 0 то есть при подстановке ложного утверждения по все ее аргументы на выходе получается истинное утверждение это значит что за штрихованная область попадет в наше множество z если мы все x и значит если все x и равняется пустому множество а-м не сохраняет 0 то значит z таких что f равняется в множеству всех множеств А множество всех множеств не существует То есть мы можем легко получить множество всех множеств Если возьмем в качестве f не сохраняющую 0 функцию С другой стороны, если f сохраняет 0 Если f сохраняет 0, то f равняется Сейчас я это поясню z принадлежит x1 или z принадлежит x2 или z принадлежит xn или f Тут понятно от чего То есть, ой, не или здесь, а и Вот, здесь-то уже конъюнкция идет Значит, если функция сохраняет 0 То есть при подстановке всех здесь нулей у нас на выходе 0 То здесь будет 0, здесь будет 0, здесь будет 0 и здесь будет 0 Если хотя бы один из них не 0 То тогда вот это вот, что слева стоит Здесь дизюнкция будет давать единичку Хотя бы на одном из них будет давать единичку А единичка и f это то же самое То есть мы получили эквивалентную формулу То есть мы получили, что вот это вот наше множество Ну как его обозначим? У, да? Мы можем сказать, что у равняется z принадлежит x1 сумме xn Таких, что f от чего-то там То есть мы получили ограниченное выделение И ограниченное выделение всегда нам дает множество Итак, если мы рассматриваем операции Вот такого вот вида z таких, что Здесь у нас много-много раз встречается z принадлежит множеству x1, x2, xn Где n произвольное конечное количество множеств Если эти операции объединены некой булевской функцией То множество мы получим в том случае Если f сохраняет 0 Если f является функцией, сохраняющей 0 И почему я сейчас все это сказал? Потому что из этого сразу же следует Одна любопытная вещь Связанная с тем, что Любую такую u Мы можем представить как суперпозицию Равно Суперпозиция Операций Дельта И пересечения Да Сколько всего сохраняющих 0 функций от n переменных? Сколько всего булевских функций от n переменных? 2 в степени 2 в степени n Помните это? Потому что 2 в степени... Если у нас n переменных, то 2 в степени n Это задает вот вектор Аргументу булевской функции А это значение А это значение, да Значит, а сколько у нас Функций, сохраняющих 0? Ну, соответственно, значение у нас всегда будет false Значение в нуле будет всегда false Их будет в 2 раза меньше у нас Вот Булевских функций, сохраняющих 0 В 2 раза меньше, чем булевских функций Ну, потому что мы можем разделить Все булевские функции На те, у которых первая единица И у которых первая 0 И их поровну там будет дальше Простое рассуждение То есть Вот всего Всего вариантов Раз всего таких вариантов булевских функций Значит и множество всего Вот такого вот вида Условно нарисованного 2 в степени 2 в степени n минус единица Значит, сколько бы мы не фантазировали Из n множеств там Собрать вот эти вот кусочки Всего у нас получится Не больше термов Чем вот столько Самых разнообразных Это ограничение такое Вот И более того Это первое следствие А второе следствие Что их можно получить Как суперпозицию операции Декарта Ой Операции симметрической разности И пересечения Почему? Потому что F От Z1 Zn Можно построить В виде Всегда представить В виде полинома Жигалкина Помните такое? Да? Помните? Рассказывали? Значит, полином Жигалкина Это суперпозиция чего? Это суперпозиция исключающего Или И конъюнкции То есть Эпсилон 1 Z1 Плюс Эпсилон 2 Z2 Плюс И так далее Плюс Эпсилон n Zn Плюс Эпсилон 1 2 Z1 2 И так далее И плюс Эпсилон Здесь и так далее 1 2 n Z1 А здесь Z1 Z2 Z2 Zn Значит То есть Это некий полином Если угодно Где в качестве умножения Идет конъюнкция В качестве сложения Идет исключающая Или Значит в качестве И еще у нас здесь фигурирует Свободный член Который либо единичке равен Либо нулю И смотрите Вообще В полиноме Жигалкина Еще фигурирует Эпсилон нулевое Но Эпсилон нулевое Это значение Булевской функции В ситуации Когда все Затитые Равно нулю Так как мы рассматриваем Булевские функции Сохраняющие нуль То тогда Эпсилон нулевое В полиноме Жигалкина Не будет присутствовать Потому что он равен нулю Видите Да Вот То есть Свободного члена В полиноме Жигалкина Для Булевской функции Сохраняющей нуль Не существует Вот И получается Что у нас Возникает Только вот такого Вот вида Члены Где Соответствующий Эпсилон Если он равен Единице То это значит Что просто Этот член Есть полиномий А если он равен нулю То его нет Полиномий И как мы можем Превратить Вот эту вот функцию В множество Очень просто Мы берем Там где у нас Есть Эпсилон Мы берем просто Х И Пересечение Пересечение С х Да Если у нас Эпсилон И жи равнее С единицы А там где И все это Значит Объединяем При помощи Симметрической Разности То есть Заменяя Зат Итые На Выражение З Принадлежит З Икс Итому Сначала А потом И вовсе На Икс Итые Заменяя Умножение То есть Конъюнкцию На пересечение И заменяя Исключающие Или на Симметрическую Разность Мы видим Что С суперпозиции Операции Симметрической Разности И пересечения Мы можем Построить Всегда Построить Любое множество Такого вида То есть Если угодно Операции Симметрической Разности И пересечения Задают нам Базис Помните Что Базис В булевских Функциях Задают Операции Конъюнкции И отрицания Помните Да Вот Или там Дизъюнкции И отрицания Если у нас Есть дизъюнкции И отрицания То из этих Двух Операций Суперпозиции Мы можем построить Любую булевскую Функцию Вообще любую Которая нас Интересует Точно так же Взяв Вот например Например Вот эти две Операции Мы имеем Базис Мы имеем Базис При помощи Которого Мы можем Построить Любое множество Вот такого Вот вида Вот То есть Мы можем Выразить Через эти Операции Объединение Мы можем Выразить Если мы Из какого Из какого Другого Набора Операций Можем Выразить То тогда Вот эту Дельту И пересечение То тогда Другой набор Операций Нам задает Базис Про это В начале Следующего Занятия У вас будет Парочка Задачек Субтитры Угу.